Итак, путешествие на Гондоле по Венеции. Поехали. Так, вот это мои ноги. Он с китайцами ругается, потому что они перебили. Наш Гондольбер. Вот такой мужчина симпатичный. Тут на Гондолах, как у нас на рубашке. Покачивается немножко. Но очень приятное ощущение близости воды. Вот она прямо вот здесь находится. Я китайцам не хочу фотографировать. Да и не надо. Прекрасный мостик мы проезжаем. Очень красивый мостик. Я, к сожалению, не знаю, как он называется. А нам про него говорить. Вот так покачивается Гондола. Смотрю. Руки заняты камерой. Ларис. Ага. Ага. Да, вот эта большая. Да, вот эта большая. Меня увидеть, какая я красавица. Да. Сапог, прием, боже, прием. Спасибо. Ага. Так. А хоть видно, что она на Гондоле или как? В каком-то сомнительной компании китайцев. Хоть чуть-чуть, пожалуйста, потому что это все записывается. Можно будет потом натостереть? Нет, нельзя. Здесь нельзя редактировать. Вон, какая сумасшедшая красивая герань. Разноцветная. На балкончиках. Вот такой фундамент. Удивительно, что он не промокает столетиями. Не говорила наша ведущая? Что за материал такой непромокаемый для фундаментов? Это какой-то камень специальный, да? И специальный состав, который был изобретен в очередной доме. Предыдущая гондола едет перед нами. И еще какого-то странного вида кокерочек, который сюда вообще не вписывается даже никак. Ого! Ничего себе! А здесь просто поток натуральный. Воды, конечно, в Венеции много. Недостатка нет в воде. Я могу только смотреть. У нас папарацци. Так, секундочку, медленно-медленно плюет наше судно прекрасное. Очень приятное ощущение. Очень. Вот это Сера. Вот это Сера. Вот тут магазинничек, окошки. Вот поэтому люди и выезжают. Ребята, послушайте, смотрите. А что там? Чистая-чистая. Нет, ну вот все-таки плавают здесь эти водоросли немножко. Но в принципе, да, чисто. Удивительно, оно чисто здесь. Но видите, эти каналы, они, видимо, имеют сообщение с морем, естественно. Поэтому вода все время обновляется. У них не счастье. Тогда весь мир успел, поглазеть едет. Красоту нашли. Людям горе. Так они бы хотели изначально строить. Да, изначально. На островах. Ну видите, на 108 островах, да? Сколько островов? 108, кажется. Очень много, короче говоря. И над каждым, смотрите, балкончиком есть флажок в Венеции. Да? Да. Со львом, да? Да, на всех абсолютно. Причем сказать, что это жилой дом, трудно. Потому что заколочены и окна, ставни вы забиты. Очень красивая. Наша тоже красивая. Вот она какая. Ага, это же резная, из дерева. Там где-то масса работы уходит на то, чтобы ее сделать. Сказали столько, сколько стоит хорошая машина. Да, ну так неудивительно, конечно. А вы чувствуете, как море пахнет, да? Да, очень приятное такое ощущение. Очень-очень приятное. Вот еще мостик. Не знаю, как называется, но красивый мостик. Третья группа нас не догнала. У него такое. А вот такие вот зметочки. У него есть зметочки. Ага. Ага. Смотри, смотри, вот это интересное. Ой, а это камушки, да? Рамушки, кирпичики, ребят. Кирпичики, да. И там все во муку, да? Все. Открыть вообще-то много. Сейчас. В зелени, в какой-то плесени. Да, ну вода чистая, тем не менее. Ой, а это что такое? Что это такое? Канализация. Наверное. Это уровень. А, видите, где будет. И там увочки узенькие, узенькие. Как нам говорила экскурсовщина. Вот очень ценное место в Венеции. Площади очень ценное. Поэтому они... Нет, имеется в виду, что они сокращают, имеют, что ее нет, этой земли. То есть, что они стараются как можно компактнее все разместить. Слушай, не хватало им места на суше. Ну, видимо, не хватало. От хорошей жизни сюда, видимо, не переберешь. В принципе, обратите внимание, как отличаются все города итальянские. Какие-то зимы, что вы заработали. И мы по наследству перешли. Такая прелесть. Верхушечка эта необыкновенная. Ага. Сейчас. Сейчас. Вдохновение. Такие красивые дома. Боже, как обидно, что уходит под воду. Такой прекрасный город. Ребята, все идут и вопросы. Все решеточки, решеточки, решеточки. Такими вот решетки, решетки. Да, вряд ли кто-то может залезть. Но это, видимо, еще средневековая традиция. Все в решетке. На всякий случай. Вот еще мостик. Мостиков, мостиков много-много. Куда там у нас широкое пространство выезжаем. Посмотрите. Тут уже катера серьезные ходят. А, это же Гранде Каналы, я думаю. Это большой канал. Да. Гранде Каналы. А это вот тот самый мост. Забыла. Так, а что у нас с этой стороны? С этой стороны у нас прекрасный дом. И вот такой у нас конь здесь. Красивый, золотистый. Угу. Без нас здесь очень золи это. А вода совсем рядом идет, буквально в 20 сантиметров, видимо. В уголке, 30 сантиметров до воды. Да, здорово. Вот тот самый золенисный мост. Солнце стыкает на воде. Каждый дом прекрасен. Каждый, каждый прекрасен, да. А что это за стиль? Это готика, да? Да, нет. Это или это барокко? Ну, наверное, быстрее барокко, да, все-таки? Ну, почему? А вот тут классические готические. Да. Ага. Ужкие, снижатые, 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 снижатые. Слушайте, они не делали простания, но это откачивают. Да, да, да. Откачивают, ну, уже, потому что, да, даже, да. А вы знаете, например, что Нидерланды вообще находятся ниже уровня моря, и если бы не система вот таких откачивающих сооружений, просто не существовало бы этой страны. Так что я думаю, что в Венеции, наверное, как-то справляются тоже с этим. Ну, да, Гаврила же, кстати, зовут, что... Да, да, да. Видимо, тоже есть какая-то система шлюзов. Иначе они бы не могли. Вода пришла, ляка, и ушла. Ужас. Не держалась там хоть, да? Да. Вот нас загоняет парахолотик такой, не маленький. А дворняги везде одинаковые. Везде не чудо такое. Ага. Не, 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 не еще. Не, 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 не. Ребята, спидите того неба? Итальянское небо? Сейчас мы ввы колени. И чайка лепит. Ага. Непатриотичный флаг. Или в Италии, или в правильном случае, я не знаю. Я не знаю, тут каждый думал. Каждый, да. Вот это пирс такой. Бондюарно! Бондюарно! Привет! Бонас эра уже! Бонас эра! Полик, вот вы наши! Получается, туда на сушу есть? Конечно. Конечно, есть на сушу. А как же? Нет, ну это же остров, окруженный водой. Понятно, что внутри острова тоже есть какие-то пространства. Не то, что прямо все улицы выходят на воду. Так, это мы уже заворачиваем с Гранды канала и куда-то... О-о-о-о, неужели строительство знали? Неужели строительство знали где? Ага. Вот здесь, здесь. Здесь, здесь, здесь. Здесь, 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 здесь. Здесь, 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 здесь. Здесь, 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 здесь. Вот так вот дверь просто заедет. Уходите! Пожалуйста! Капова, в воду выходите. это такое это не главное вот мы плывем, плывем а двери, конечно, из-за них хватает ну, опять же, бабаи, там нет моря я говорю, у нас в бабаях население больше это такой пригородец с небольшой кайфой ближний я думаю, что если бабыи жили не за счет клубники и огурцов а за счет того, что они выслували они тоже испевали по крайней мере, у них очень здоровая работа на свежем воздухе и вообще, по-моему, да нет, тогда уже все, да, ровно а как в школу его отправлять? а что, за услуги тоже много, да, получается? я думаю, что на канализацию, да и вот очередной мостик на этот раз металлический такой вот а отопление, ребята, если у нас такое дорогое да возможно, они не живут зимой здесь возможно, они на зиму переезжают куда-то на материк но работа надо сохранить особенно, они развернутся? нет, я имею в виду, что у них есть у них же есть сезон туристический но потом, что пустеет город, нет же что-то за строительство за что-то и держаться надо а тут уже от вещи не пошли где? а вот а, ну, это уже старое отречество ну, так старое а и вот еще один мостик теперь уже каменный вот он, такой вот он мостик заметьте, крышу держит просто кружево, как нормально да 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 и и водичка плещется вот от этого весна но, говорят, летом она совсем болитенькая Летом мы здесь совсем вонючая вода. Хорошая вода, не надо. Никакая не вонючая. Никакая не вонючая. Прекрасная вода. Это дом Гродского дома. А вот была на табличке нереально. Очень много русских дворян жили в Италии. Смотрите, апельсиновая деревня.